Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней сегодня в эфире. Архитекторы армянской сказочной крепости лишили руки, чтобы он не построил что-то более красивое. Мы будем стоять до конца, мы никогда не допустим нарушения красных линий. Давид Бабаян. В 2022 году Ереван попал в рейтинговый список лучших городов мира. Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. Стены Ванского замка напоминают Великую Китайскую стену. Кухня Западной Армении, арадский плов. Арцахские спортсмены занимают призовые места на международных турнирах. Автор новой книги с оптимизмом смотрит на признание Испании геноцида армян. Крепость Хошап расположена в Западной Армении в городе Васпуракан. Крепость была построена к юго-востоку от озера Ван в окружении высоких гор. Со времен Ванского царства крепость находилась на важном торговом пути в Персию. Согласно легенде, главного архитектора лишили руки, чтобы он не построил что-нибудь более красивое. Говорят, что крепость Хошап является жемчужиной региона, так как подобной крепости найти невозможно. В Западной Армении много зданий, построенных армянскими архитекторами. С древних времен Армания сохранили и развивали свою архитектуру, часто переплетая ее с культуру других стран. В результате чего получаются уникальные в своем роде памятники. Арцах не может и не будет частью Азербайджана. Потеря Арцаха приведет к непредсказуемым фундаментальным изменениям в геополитическом ландшафте, после чего будет создан совершенно иноглобальный баланс, сказал министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян. По его словам, геополитика имеет свои правила. «Геополитика – это баланс, это соответствующая реакция определенных центров силы. Мы вступили в эпоху геополитики, где идеи и нормы, к сожалению, стали вторичными, если не треничными. Но это не значит, что мы не должны знать свое прошлое и настоящее, потому что наша самая большая проблема – это мы сами. Мы должны понять, что у нас есть, и донести все это до нас самих», – сказал Бабаян. «Все зависит от нас, какую политику мы будем вести. Мы будем всегда стоять до конца и никогда не позволим нарушить эти красные линии», – добавил министр иностранных дел. Международным рейтингом Global Startup Ecosystem Index Ереван является лидером среди кавказских городов. Стартап Blink ежедневно публикует самый полный в мире отчет Global Startup Ecosystem Index, в котором классифицируются стартап-экосистемы, тысячи городов и сто стран. Ереван – город с самым высоким рейтингом в Кавказском регионе. Он остается на первом месте в Кавказе. Республика Армения продолжит сохранять свои позиции в ближайшем будущем. Ереван совершил большой прыжок, заняв 244 место в мире. Этот рост поднят Ереван по шкале в Восточной Европе, где он теперь занимает 19 место. Место 29-го в 2021 году, говорится в отчете. Западная Армения рада отметить такой прогресс в этом прекрасном городе Армении, в Ереване. Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что в ночь 20 и 21 июня подразделения вооруженных сил Эрей открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенной на восточном участке армянско-азербайджанской границы, не соответствует реальности. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильной находится под полным контролем вооруженных сил Армении, говорится в заявлении Министерства обороны Республики Армения. Западная Армения призывает власти Азербайджана прекратить провокации и следить за ходом переговоров в рамках здравого смысла. Каждый армянский солдат, охраняющий границы Армении, очень важен и дорог для нас. Вид с неба на крепость Ван между районами Шелкового пути и Эдреймит напоминает Великую Китайскую стену. Историческая крепость Ван и ее окрестности были объявлены полностью природой и охраненной зоной и наблюдали с помощью беспилотника. Ванская крепость, построенная урартами, привлекает внимание местных иностранных туристов, своей великолепной структурой и историческими артефактами, сохранявшимися до наших дней. Надписи на оскольной гробнице, храмы, городские стены, мечети и артефакты, обнаруженные при раскопках Ванской крепости на скале, проливают свет на тысячелетнюю историю. Крепости стены, протянувшиеся от крепости до равнины, напоминают Великую Китайскую стену, и эта гармония поражает тех, кто ее видит. Аратский плов в целом был одним из любимых и уважаемых блюд жителей Аратской долины. Жители Аратской долины обязательно пополняли стол этим плавом во время праздников. Последний момент, когда все гости стоялись за столом с алкогольным напитком и жгли огни, свет на праздничном столе угасал, и поднос, накрытый хозяйским огнем, ставился на центральный стол. И пока огонь не угас, присутствующий с песнями и нетерпением ждали времени угощения. Спортсмены Арцахской ассоциации «Ультимакс» 18-19 июня приняли участие в международном турнире в Эджмиатинском спортивном школе имени Гамлета Патуяна и заняли призовые места. Об этом корреспонденту Арцахпресс сообщает вице-президент ассоциации «Ультимакс» Арцаха Геворг Сардарян. Добавить, что турнир был организован Всемирной любительной федерацией Ка-1 и Национальной любительской федерацией Ка-1 Армении. В турнире приняли участие 20 арцахских спортсменов во главе с тренером Арменом Айрапетяном. 9 спортсменов из них заняли призовое первое место, 13 из них – второе место, сказал Сардарян. Он также сказал, что в ближайшем будущем в Арцахе ожидается большой турнир. Западная Армения от всей души желает нашей арцахской молодежи добиться отличных результатов, победы которой сегодня сопровождают их в спорте, завтра будут сопровождать на фронте. В Испании впервые опубликована документальная книга о геноциде армян. Автор испаноязычной книги, преподаватель современной мировой истории в университете Сан-Пабло Мадрида, юрист Рикардо Руиз де Ла Серна, уже много лет изучает геноцид армян, совершенный турковой в Османской империи в 1915 году, и борется за признание геноцида армян в Испании на национальном уровне. Испания еще не признала геноцида армян на уровне парламента или правительства. Но вместо этого резолюции о признании геноцида армян были приняты законодательными или исполнительными органами многих испанских городов, районов и штатов. Среди них Наварра, Валенсия, Малага, Сан-Себастьян, Каталония, страна Басков и другие. А сейчас музыкальная часть «Армянская народная песня». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром. Субтитры создавал DimaTorzok